Детская поликлиника Киморской ЦРБ давно нуждалась в капитальном ремонте. На данный момент идет полная отделка помещений первого этажа здания. Демонтируются старые окна, двери, полы. Идет капитальная отделка стен и потолков. На время ремонта на первом этаже весь персонал и посетители потеснились на втором. Но жители Кимор это не смущает. Ведь главное – конечный результат. Затея очень полезная, хорошая. Детям будет приятно и родителям проходить лечение, посещать данное лечебное учреждение. Второй этаж уже отремонтирован. Примерно так же будет выглядеть и первый после окончания работ. Сдать его в эксплуатацию планируется к ноябрю. Однако, как заверила исполняющая обязанности главного врача Киморской ЦРБ Надежда Иванова, работы ведутся с опережением графика. За месяц ремонта выполнено 45% от всего объема. На данный момент уже установлены оконные блоки. Завершается установка дверей. Начата подготовка стен для работы с плиткой. И проведен демонтаж полностью всего здания. И плюс еще демонтаж электрических сетей. Но работы идут быстро, качественно, аккуратно. Мы довольны подрядчикам. Кроме здания детской поликлиники, капитальный ремонт ведется в здании взрослых поликлиники номер 2 и гинекологическом отделении центральной районной больницы. На три объекта в рамках программы модернизации здравоохранения выделено 29 миллионов рублей. Уже к ноябрю эти лечебные учреждения Кимор должны быть сданы в эксплуатацию. С середины августа по октябрь идет основная фаза реализации первого этапа. Причем это все уже не в виде проектов или только контрактов или конкурсов. Это уже в виде освоенных объемов работ строительных. И самое главное началось, мы эти приоритеты тоже поддержали, что в этом году первым этапом в первую очередь детские поликлиники, взрослые детские отделения. То есть таким приоритетом с этого началось. В следующем году уже будут переходить к другим отделениям, которые запланированы программой модернизации. Андрей Епишин также отметил, что особое внимание следует уделить модернизации регистратур, чтобы сделать их работу качественной, а главное удобной и доступной для населения.